Представляем Бразилию. Вес спортсмена 119 килограммов 550 граммов. Рост спортсмена 188 сантиметров. Возраст 38 лет. Профессиональный рекорд. 17 побед. 11 поражений. Встречайте! Габриэль Газара! Его соперник в красном углу. Боец из города Старая Скала, Россия. Ему 36 лет. Рост 192 сантиметра. Вес 116 килограммов 200 граммов. Профессиональный рекорд. 33 боя. 26,23 разручных заимопорожений. Представляющий Боецовский клуб Акмар. Александр Емельяненко. Габриэль Муниципе. Поехали за романом, пожалуйста. Здравствуйте, господинцы. Вы знаете правила тоже. Пожалуйста, борьтесь право, борьтесь хорошо и всегда за победу. Следите мои инструкции и защите себя все время. Если хотите, то сделайте это. И обратите внимание. Александр Емельяненко против Габриэля Гонзаги. В прямом эфире на Бокс ТВ и Файт Спейс. Спонсор цифрового вещания. Букмекерская компания 1x Ставка. Коэффициенты на победу. На Емельяненко 1.11. На Гонзагу 4.24. Первый раунд из трех запланированных. Занял центр клетки так Александр. Немножко поджал он Габриэля Гонзагу. Напомним, что после такой своеобразной перезагрузки карьеры Александра, три победы и не больше трех минут эти бои длились. Но Гонзага все-таки уровнем повыше. Чем предыдущие соперники. Чем те парни. Довольно уверенно Гонзага выглядит, сосредоточен. Видим, имеет Александр преимущество в росте. Целых 6 сантиметров. Ох, здорово. Хорошее попадание. В общем, такой быстрый левый боковой в исполнении Александра. Попытка тейкдауна. О, получается. Вот это уже интересно. Как будет Александр справляться в этом положении. Я думаю, что... Так. Капа, капа. Да, была потеряна капа. Рефери возвращает капу на место. Фиксирует одну ногу Александр. Следите за пальцами. Говорит рефери. Но ничего пока Гонзага не может сделать из этого положения. Достаточно уверенно вяжет Александр здесь. Нет. Я не могу отработать. Я не могу отработать. Несколько попаданий по туловищу. Но это так, просто опозначая активность. Дверхого урона. Увидим кровь на лице Александра. Не совсем пока понятно. Да, вроде бы, это его кровь. Но пока каких-то видимых таких рассечений, никаких-то гематом не видно. Но так или иначе, пока что контроль за Гонзагой. Абсолютно верно. И попытался сейчас очень опасно нанести удар локтем сверху вниз Гонзага. Ох, а в маунт заходит Габриэль. Емельяненко обратно захватывает ногу, фиксирует. Опасно было. Александр сумел, сумел избежать этих трудностей. Но так или иначе. Если все так, раунд на этом и закончится, то первый раунд будет за бразильцем. Но есть еще время в первом раунде у нас. На взвешивании Габриэль Гонзага показал на 4 килограмма больше своего соперника. 120 килограммов, 300 граммов он показал. А 116,2 Александра. Нет, не получилось. Попытка сделать Кимуру. Несмотря на это продолжался до сегодняшнего момента Александр фиксировать ногу своего соперника. Продолжай работать, Гонзаги. Говорят, ну, здесь это сложно сейчас каким-то образом сделать. Но именно для Гонзаги, наверное, это положение, конечно, выгоднее. И именно в нем он, наверное, бы хотел завершить этот раунд. Безусловно. Но еще интересно, у кого больше сил. Да, понятно, тот, кто снизу, конечно, у него больше сил уходит. Но здесь подготовка соперников. Мы не можем узнать, наверняка измерить выносливость. Это, ну, невозможно сделать. Иногда бывает так, что даже если ты сверху находишься, это больше тратишь сил. То эта работа может затратить, потратить очень большое количество сил, да. В свое время Алистер Оверим этим несколько раз отличился. Вроде был сверху, а в итоге все силы там и оставлял. Полминуты меньше уже остается до конца раунда. Ну что ж, уже свыше трех минут. Наверное, тем лучше для Александра. Все-таки вот эти быстрые победы, они... Это все красиво, это хорошо, но уходит немножко фокус. Вот это ощущение долгой битвы. Его нельзя терять. Слышим сигнал. Потому что 10 секунд концовки первого стартового раунда у нас. И бойцы расходятся на перерыв. Ну что ж, мы не ошиблись, когда сказали, что судя по поведению Гонзаги, он сюда приехал с самыми серьезными намерениями. Не просто отбывать номер, а именно с решением победить. Ну и по факту, мне кажется, на мой взгляд, все-таки первый раунд, скорее всего, уходит. Не, скорее всего, так и есть. Первый раунд за Гонзагой здесь... Здесь другого варианта быть не может. Так, смотрим повторы. А, вот Капа вылетела у Александра. Очень интересно будет посмотреть на состояние, да, на физическую выносливость сейчас в начале второго раунда. В каком функциональном состоянии выйдут бойцы на второй раунд. Функционал понять. Я думаю, что Гонзага сейчас попытается сделать то же самое. Да, у него, в принципе, все получилось в первом раунде. Зачем что-то менять? Несколько таких финтов от Александра. Многоударная атака. Все, правда, большая часть по защите. По туловищу Александр. Снова попытка перевода в партер от Габриэля. И получается, предотвратил, вроде бы предотвратил Емельяненко этот перевод в партер. Проход в ноги, но... Опять Гонзага. Опять в положении контроля. Ну и у нас повторяется ситуация... И вот сейчас Александру нужно действительно очень серьезно подойти к ситуации. Если раунд опять закончится в том же положении, то будет 2-0 не в его пользу. И где гарантии, что он сможет выиграть нокаутом или досрочно, просто досрочно в третьем раунду? Их нет. Поэтому сейчас Гонзага будет делать все, чтобы остаться в этой позиции. А Емельяненко нужно придумывать... Придумывать что-то, чтобы избежать, чтобы выйти каким-то образом. Когда изменить ситуацию? Ну а времени у нас еще предостаточно. 3,5 минуты. И вот рефери призывает к активности бойцов. Да, здесь может быть Александру нужно попробовать настолько связать и сковать Гонзагу, чтобы рефери поднял их в стойку. Да, это выход. Публика начинает посвистывать. Все-таки она, наверное, настраивалась на доминирование Александра. А ситуация немного складывается, даже, мягко говоря, немного иным образом. Гонзага закрывает нос, рот, не дает дышать. Не то, чтобы прям совсем, да, это запрещено, но вот так накладывать перчатку на лицо. По возможности как можно больше мешает это делать Александру. Вяжет, вяжет Александр. Мы видим, максимально пытается прижать к себе руками Гонзагу. Вот может быть и рефери стоит подумать над тем, чтобы... Поднять бойцов в стойку. Да. Потому что, ну, практически ничего не происходит. Да, да. Ну что ж, хороший шанс у Александра. Главное, не пропустить тейкдаун. Посмотрел он, кстати, на свой угол. На свою команду. Ох! Справа через руку Гонзага. Классно бил. Немножко по площадям как бы бьет Александр. Не в сторону соперника. Потому что большинство ударов блокирует Гонзага. Была снова попытка от Гонзаги пройти, вот так перевести поединок в партер. Но защитился Александр. Причем он немножко поскользнулся, это ему помогло. Здорово слева. Защит подсуцепил. Алена. Мило. Немного так однообразно. Накидывает удары Александр. И большинство блокирует Гонзага. Да, что-то проходит. Да, но вот тут. А вот теперь несколько хороших точных попаданий. Попятился бразилец, попятился. Многоударная комбинация. Александр, хороший апперкот снизу. Отличная колина. Все, 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 все. И все, рефери останавливает бой. Ну что ж, сумел перевернуть ход этого поединка Александр Емельяненко. Хотя вроде бы казалось, что все складывалось против него. Ну, по сути, все и складывалось против него. Но здорово он нейтрализовал Гонзагу. Рефери поднял в стойку. И в стойке уже Александр реализовал свое преимущество. Отметим, что физическая выносливость у Емельяненко на должном уровне. Все-таки столько времени он провел на спине. И даже когда рефери поднял в стойку бойцов, после небольшой активности свежее казался Александр. И он взорвался такой многоударной комбинацией и довел. Да, динамика не ушла. Ну что ж, и такая победа лучше, чем если бы он просто вышел и нокаутировал. Все-таки победа со сложностями, волевая победа, да, как иногда еще говорят, она всегда лучше. Александру вот этот бой, вот, он очень был необходим. Необходим на будущее. Смотрим повторы. Смотрим повторы. То есть Гонзага еще пытался отстреливаться. Множество попаданий. Где-то скользь, где-то точно. Но вот здесь вот апперкот левой рукой, это начало конца. Вот именно после него начались проблемы у Гонзаги. Ну и колено. Это уже был конец. Лефери пытался вмешаться еще даже тот, а вот Александр пытался вместе ударом. Убилет и успел воздушить. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!